В социальной сети Facebook я числюсь подписчиком страницы главного врача коммунального предприятия Одесский областной онкологический диспансер Олега Луктинчука. Медики люди осторожные, особенные числа тех, кто стоит во главе лечебных учреждений. Их негласная зависимость от бюрократов очевидна. Чего не так скажешь, тебе тут же нагрянут с неплановой проверкой, чтоб не вякал, а знал свое место. Ну есть те, для которых главное дело. А в этом случае пациенты. Люди, страдающие от пока еще неизлечимого недуга, или, скажем так, трудноизлечимого. В конце прошлой недели прочитал после Луктинчука на его странице. Он короткий, потому озвучу его полностью. Почему диспансерия не будет хосписа для онкобольных? Хоспис для онкологических больных – это медико-социальные учреждения для оказания палеотивной помощи неизлечимым больным, преимущественно онкологическим. Последней стадии заболевания. В 2016 году руководители областного департамента здравоохранения через средства массовой информации поддержали идею открытия хосписа на базе одесского онкологического диспансера. Уход за тяжелобольными онкологическими больными требует специальных навыков. Организовать палеотивную помощь больному на дому крайне сложно. В первую очередь по той причине, что больным в домашних условиях крайне сложно подобрать обезболивание. Благотворительные организации подготовили проект и визуализацию зданий и помещений для хосписа, а одесский онкологический диспансер – обращение с просьбой о разрешении открытия хосписа. Однако руководство областного департамента здравоохранения отказало в открытии хосписа, аргументируя это непонятными причинами. Ну, дальше главный врач показывает фотокопию двух писем в областной департамент здравоохранения с предложением создать в структуре онкодиспансера такой хоспис и ответ из департамента. Мол, в ходе медицинской реформы этот вопрос будет решаться. В письме Луклинчука губернскому начальству есть статистика. Больше половины тяжелобольных, это около 1700 человек ежегодно, не могут себя самостоятельно обслуживать и требуют постороннего ухода. Причем 40% из них, 600-700 человек ежегодно, не могут обойтись без сильно действующих наркотических препаратов. И тут, понятно, без создания хосписа не обойтись. Я не призываю областное правительство просить деньги у кабинета министра Украины. Их там, подозреваю, просто нет. Ну вот областной совет мог бы взять на себя инициативу и предусмотреть свое участие вместе с общественниками в создании хосписа, выделив из внебюджетных статей первоначальную сумму на такую работу. Обращаться к состоятельным, богатым гражданам Одессы, конечно, можно. Но почему-то меня одолевает скепсис. Это же не очередной авто марки Бентли купить взамен Мерседеса. Это помочь несчастным, а им государство пусть помогает.